Сейчас я вам расскажу интересную историю, которую знают Олды, но не знают новички, пришедшие из танков в последнее время. Когда только добавили самого первого Абрамса, то есть М1, у него был интересный прикол. 774-й снаряд пробивал больше, чем 735-й, но нихрена не дамажил. То есть ты встречал какую-нибудь Т-72, стрелял ей в мехвода или в карусель через НЛД, и урона просто не было. Поэтому все играли на 735-м, хоть он и труднее пробивал. И в какой-то день, неожиданно, 774-й начал дамажить, и наконец-то танк стал той самой машиной, которой и задумывался. Я это рассказываю к тому, что когда я вижу очередное нытье про отсутствие урона и прочих багов, которые обязательно будут после выхода патча, я почему-то начинаю вспоминать эту историю и задаюсь вопросом, то ли аудитория этих нытиков тупая, либо у нас в игре настолько низкая удерживаемость активных игроков, что бесконечный приток новичков просто не знает глагольную истину. Улитки обязательно где-то обосрутся. У меня на памяти нет ни одного нормального обновления, где все работало бы, и обязательно что-то будет поломано. И вот касательно М1А2 СЭП В2, здесь такая же штука. Вот вроде такой же СЭП, как и предыдущий, просто добавили дополнительную динамическую защиту на башню, и поверх уже наклеенной на борта корпуса, которая защитит слегка разве что от вертолетов. Но когда я встречал этого СЭПа, я его с трудом пробивал в эту динамическую защиту. Такое чувство, что я в реликт стрелял. Как это так, если она защищает именно от кумулятивных снарядов? Но сегодня вышел патч, где большую часть багов вроде пофиксили, и я играя на новом СЭПе не испытал это чудо танкования. А очень жаль, упустил такой важный экспириенс, как мы не хотим тратить деньги на тест патча перед выпуском на основу, игроки сами протестят на основе, оформят репорты, и мы порешаем как-нибудь побыстрее. Если это критическая проблема. Во всем остальном я не заметил отличия от предыдущего СЭПа, разве что прикольная новая турелька пулемета. Ну то есть просто приятная глазу моделька, не более. Если вы не знаете, что из себя в целом представляют все версии М1А2, то это комфортный ОБТ с броней только в щеках, и с большой щелью под башней, больше чем у Леопарда. И туда обычно стреляют все, если вы едете по полю. УВН, и задний ход, хороший снаряд, тепловизор, общая мобильность, все окей. И для нового топа, вроде смотрится тоже окей. Теперь есть 3 Абрамса на топ тире, пара которых может иногда держать некоторые птуры. Правда, с условием их попадания хоть под каким-то углом, ибо под прямым пробивает. Но снижает урон, тот самый урон, с которым все время проблемы, на этих ваших Абрамсах, Леопардах и так далее. И кстати, как понять где урон багованный, а где урон подкрученный? Мне кажется, мы этого никогда не узнаем. Мира!